Жители восхода собрались в актовом зале местной школы. Здесь они смогут задать накопившиеся вопросы городоначальнику. Пять лет Евгений Корж ведет лично диалог с уссурийцами. В этом году число встреч возросло. В каждом микрорайоне проходит несколько бесед. Только так можно детально вникнуть в проблемы и помочь их решить, уверен глава. Но для начала отчет о сделанном. В 2019 году на содержание и ремонт ливневой системы направлено 8 миллионов рублей. Всего будут очищены 71 тысяча погонных метров кюветов и лотков, нарезанных 50 тысяч погонных метров кюветов. Ведутся эти работы и на восходе. Бригада дорожников углубляет кюветы вдоль проезжей части. В план попали и Звездковая, Теодора Тихова и Каховская. Тут возникает первое недовольство от жителей. Работы ведут, это хорошо. Но как ведут? Совсем другая сторона медали. У нас вот такая вот проблема. Дороги делают, кюветы чистят, но до 31-го дома. Дальше до 77-го. В жизни никогда не снег не чистился. Гредер забыли, когда в последний раз вообще ходил. Три года назад как смыло у нас все. Никто даже ничего не делал. Я тоже к вам привел в король. Я думаю, что король уже кюветы почистят и прогрессируют. Минимум, что они должны сделать. А дальше будем решать у вас. Сейчас не будем делать дальше. Большая часть вопросов касается именно благоустройства района. Не хватает тут тротуаров, современных остановок, зон отдыха и сквера. Все тут собравшиеся и на транспортное сообщение с центра Муссурийска. Автобусы ходят нерегулярно. Еще одна проблема для жителей района – мусор вдоль обочин. Дело в том, что в микрорайоне расположен городской полигон твердых бытовых отходов «Бумеранг». Перевозчики мусора не соблюдают элементарных правил транспортировки. Вопрос сложный, не скрывает глава. Но в администрации округа его пытаются решить. С мусоркой скажу одно, что мы уже два года пытаемся ее забрать. К сожалению, ее дали в частную собственность. Мы два года бьемся с судами. Суды нам отказывают. Так были заключены с ними соглашения, к сожалению, что мы не можем добиться суда пока решения в нашей стороне. Опыт показывает, что решение многих проблем зависит и от активности самих жителей округа. В тех районах, где неравнодушные уссурийцы сами выходят благоустраивать свои дворы, содержат в порядке прилегающие территории и прививают молодежи. Такие правила и проблем всегда меньше. Не активные, особенно молодежь. Мы вот все пожилые, как советские, и хотим, чтобы было все хорошо, все это. Но молодежь не хочет. Не следят за детьми. Я даже наблюдала такое. Идет женщина с двумя детьми. Тут же разворачивает шоколадку, тут же бросает, тут же дети идут, и она молчит. Активисты молчать не хотят и не будут. На следующей неделе Евгений Корж отправится обследовать район Восхода. Местные жители пенсионного возраста готовы показать проблемные участки своей территории и очень рассчитывают на помощь местной власти. Ольга Муравьева, Алексей Шаповалов, Телемикс.